Без долгих вступлений, в сегодняшнем выпуске мы расскажем вам о 9 самых маленьких животных в мире. Погнали! Номер 1. Ускоротые змеи Ускоротые змеи также известны как нитевидные или червовидные змеи. Это крошечные слепые змеи с очень гладкой кожей. В настоящее время на Земле существует 87 видов узкоротых змей. Представители этого рода неядовитых змей могут быть розовыми, коричневыми и черными. Они настолько крошечные, что иногда их можно легко спутать с дождевыми червями. Откуда и пошло одно из их названий. Их называют слепыми, поскольку их глаза считаются совершенно бесполезными. Ускоротые змеи – это единственные змеи, у которых зубы находятся только на нижней челюсти. А у некоторых видов узкоротых змей даже отсутствует верхняя часть черепа. Они ведут роющий образ жизни и в основном питаются муравьями и личинками термитов. Номер 2. Калибри пчелка Калибри пчелки известны также под названием зун-зун-сито. Кубинцы так называют их, поскольку крылья этих птичек издают звук зун-зун. Калибри пчелка – это самая маленькая птица в мире, а также самое маленькое теплокровное позвоночное животное на планете. Они обитают на втором по величине острове кубы под названием Хувентут. Тем не менее, даже там вам будет их трудно заметить из-за их крошечного размера. Зачастую им приходится соревноваться за еду с пчелами. Зун-зун-сито устрашают этих насекомых, паря над ними в воздухе и агрессивно отгоняя их от нектара. В отличие от других птиц семейства калибри, представители которых в основном худые, калибри пчелки довольно пухлые. Зун-зун-сито выглядит как небольшие драгоценные камни, поэтому вы сможете их отличить по необычному внешнему виду. Кстати, эти птицы совершают около 200 взмахов крыльями в минуту, в то время как другие калибри совершают примерно 80 взмахов крыльями за этот же промежуток времени. Номер 3. Айдахский кролик. Айдахские кролики – это самые маленькие кролики в мире. Они обитают на территории Большого бассейна США и встречаются в природе чрезвычайно редко, поскольку на них часто охотятся разные хищники. Обычно они живут около 3-5 лет, но редко доживают до этого возраста из-за хищников. Вес айдахских кроликов составляет около 500 граммов, причем самки вырастают чуть более крупными, чем самцы. Этих пушистых маленьких кроликов можно отличить по коротким ушам, отсутствию белого меха на хвосте, небольшим задним лапкам и серому цвету. Федеральное правительство США определяет данный вид животных как находящийся под угрозой вымирания. Айдахские кролики – одни из двух видов кроликов, которые роют сами для себя норы в Северной Америке. Большинство же кроликов пользуются чужими норами. Номер 4. Карликовая игрунка Карликовые игрунки – это самые маленькие обезьяны на Земле. К тому же они занимают предпоследнее место по размеру среди всех приматов на планете. Эти крошечные мартышки могут уместиться у вас в ладони, а весят они столько же, сколько пачка сливочного масла. Не считая хвоста, их длина составляет от 11 до 15 сантиметров. Они обитают в бассейне Амазонки в Южной Америке, поэтому вы сможете найти их в Перу, Эквадоре, Боливии, Бразилии и Колумбии. Карликовые игрунки питаются древесными соками, ради которых подгрызают кору своими острыми резцами. Они живут в родовых группах от 2 до 9 членов, которые включают в себя двух родителей, четверо отпрыскав и несколько других взрослых особей. Хвост этих животных длиннее их тела. Несмотря на то, что они не могут ухватиться им за что-нибудь, длинные хвосты помогают им держать равновесие. Вы можете держать карликовых игрунок дома в качестве питомцев, но это не рекомендуется. Например, в США лишь в нескольких штатах разрешено держать карликовых игрунок в качестве домашних питомцев. Им нужна особая окружающая среда для полноценной деятельности и размножения. Если же разводить их в маленьком пространстве, они могут стать очень агрессивными. Номер 5. Свиноносая летучая мышь Свиноносые летучие мыши также известны как летучие мыши-шмели. Они обитают в Маньяме и Таиланде и являются самыми маленькими летучими мышами на Земле. Их длина составляет около 3-4 сантиметров. Первое название этой летучей мыши произошло от того, что она обладает выраженной острой мордочкой, как у свиньи. Второе название произошло от ее размеров, поскольку эта мышь такая же маленькая, как обычный шмель. Они живут стаями по 10-500 членов у рек и известняковых пещер, а средняя колония включает в себя около 100 свиноносых летучих мышей. Они проявляют наибольшую активность во время рассвета и сумерек и используют эхолокацию, чтобы ориентироваться в полете. Несмотря на то, что об этих мышах известно не очень много, ученые полагают, что они находятся на грани вымирания, поскольку рабочие, добывающие известняк, уничтожают их естественную среду обитания. Ученые до сих пор не могут понять, как именно происходил процесс эволюции данных млекопитающих, поскольку ископаемые находки свиноносых летучих мышей отсутствуют. Эти мыши были найдены лишь в 70-х годах, поэтому пока что мы, к сожалению, не обладаем достаточным количеством информации о них. Номер 6. Карликовая многозубка Карликовую многозубку еще называют этрусской землеройкой или белозубкой-малюткой. Это самое маленькое млекопитающее в мире, длина которого составляет всего 4 сантиметра. Удивительно, но величина мозга карликовой многозубки по соотношению к телу крупнее, чем у всех остальных животных, даже людей. Более того, у этого миниатюрного грызуна еще и основательный аппетит, ведь он ежедневно потребляет огромное количество пищи, превышающая его собственный вес, иногда в полтора-два раза. Вероятно, многозубки делают это для поддержания тела в тепле и для подпитки своего крупного мозга. Также этрусские землеройки являются мощными хищниками. Они часто убивают и поедают кузнечиков, которые вдвое больше их самих. Эти грызуны обитают в теплом влажном климате между 10 и 30 градусом северной широты в таких местах, как Малайзия, Северная Африка, Европа и Мальтийские острова. Несмотря на то, что они находятся под угрозой вымирания, их численность довольно велика. В основном они ведут ночной образ жизни и прячутся в темноте, а днем передвигаются вблизи от своего укрытия. Преимущественно они живут поодиночке, за исключением периода спаривания. Кстати, если вы их напугаете, то скорее всего они умрут от страха. Номер 7. Мышиный лемурберты. Как мы упоминали ранее, карликовые игрунки занимают предпоследнее место по размеру среди всех приматов на планете. Первое же место занимают мышиные лемуры-берты. Длина их туловища составляет около 10 сантиметров, а вес примерно 30 граммов. В основном мышиные лемуры-берты живут в национальном парке Киринди, который находится на западе Мадагаскара. Эти лемуры ведут ночной образ жизни. В чем им помогают их огромнейшие глаза. Мышиный лемурберты впервые был найден только в 1992 году, а в 2000 году он был категорирован как отдельный вид. Эти маленькие лемуры питаются фруктами, хамелеонами и личинками. Из-за своего небольшого размера мышиные лемуры-берты уязвимы как хищникам, так и к людям, которые вырубают леса, являющиеся их естественной средой обитания. Вырубка лесов в Мадагаскаре привела к тому, что теперь мышиные лемуры-берты находятся под угрозой вымирания. Несмотря на то, что они крошечные и милые, эксперты и ученые не советуют брать их голыми руками, потому что эти лемуры могут быть агрессивными по отношению к людям. Номер 8. Пайда-Сайприс Пайда-Сайприс считается самой маленькой рыбой на Земле. Ее длина составляет всего 8 миллиметров. Она настолько крошечная, что ее с трудом можно увидеть невооруженным взглядом. Пайда-Сайприс плавает в болотах и небольших течениях Юго-Восточной Азии, у таких островов как Бинтан, Калимантан и Суматра. Этих маленьких рыбок обнаружили лишь в середине 90-х годов. В отличие от большинства обычных рыб, у Пайда-Сайприс почти полностью отсутствует череп, что делает их мозг очень уязвимым. К тому же эти рыбы прозрачны, поэтому мы можем без проблем разглядеть их внутренности. Пайда-Сайприс являются почти самыми крошечными позвоночными во всем мире, уступая лишь лягушке под названием Пайда-Фрейн-Амануэсис, которая была найдена в 2009 году в Папуановой Гвинеи. Как и многие животные из нашего списка, эти рыбы находятся под угрозой вымирания из-за своего крошечного размера и специфической среды обитания. Осушение болот и пожары привели к исчезновению некоторых популяций этих рыб. Вероятно, что полное вымирание Пайда-Сайприс приведет к плохим последствиям для других рыб и животных, поскольку эти рыбы представляют собой важное звено в пищевой цепочке, несмотря на свой размер. Капская крапчатая плоская черепаха Капская крапчатая плоская черепаха является самой крошечной черепахой в мире. Самки этих черепах вырастают чуть более крупными, чем самцы. Их длина достигает от 10 до 11 сантиметров, а вес от 100 до 165 граммов. В основном они обитают в засушливых районах Бантустана, Малый Намиленд, который находится на западе Южной Африки. Эти черепахи пытаются суккулентами, растущими между камней. Небольшой размер помогает капским крапчатым плоским черепахам успешно прятаться от хищников. Они проявляют наибольшую активность осенью и весной. Как и многие другие животные из нашего списка, данный вид черепах находится под угрозой из-за вмешательства людей в их естественную среду обитания. Зачастую их продают на черном рынке, что приравнивается к незаконной торговле домашними животными, поскольку торговля черепахами запрещена на законодательном уровне. Помимо браконьеров, дорожное движение и искусственное уничтожение среды обитания также негативно влияют на капских крапчатых черепах. Наконец, такие домашние животные, как собаки и свиньи, тоже представляют угрозу для этих черепах. Поддержите этих черепах лайком под этим видео, а также в комменты напишите, какое животное из этого списка вас впечатлило больше всего. Будет интересно почитать ваши комментарии. Ну и, конечно же, не забывайте подписаться на канал и врубить колокольчик, чтобы уже завтра не пропустить новое ядерное видео. Если у вас есть время, зацените предыдущий выпуск. И спасибо вам за просмотр.